Чем я хочу заняться, это все-таки начать восстанавливать свой деревообрабатывающий станок Приводить его в надлежащее состояние, поэтому нам надо подключить электричество Ну вот, друзья, правда, совсем сегодня не хочется заниматься баней Поэтому думал я, думал Займушка я деревообрабатывающим станком, потому что найти-то я его нашел Достать я его достал из сарая, а испытывать я его не испытывал И никакого техобслуживания я ему не делал Но сейчас я вам все расскажу Фух, тяжелый зараза Давайте внимательно рассмотрим этикетку А это сделано на Тульском комбайновом заводе Станок деревообрабатывающий с оригинальным названием СДБ-1 Ширина строгания 250 мм Пила 200 мм Глубина пропила 50 мм 220 вольт, 50 герц, 1,3 кВт При 3,5 тысячах оборотах Дата выпуска 1990 Плохо видно Но похоже на 4-й Но с учетом того, что клеймо стоит РСТ То скорее 94-й Вряд ли 91-й Последний раз этот станок я запускал, ребята Когда делал вот эту беседку Которая у меня сейчас используется как Кладовка бывших банных вещей Или каких-то всяких ненужностей Он тогда, я помню, свою работу очень четко выполнял Потому что это были доски Старые, вторичные Я их распускал на то, что нужно мне Ну и как видите Получилась достаточно хорошая беседочка Которая служит уже 12 лет После той стройки, ребята Этот станок попал, я не знаю, в дальний угол гаража И больше не эксплуатировал Предлагаю сейчас провести испытания Честно вам скажу, не знаю, заведется он или нет 12 лет он не включался Но прежде чем мы его разберем Я должен удостовериться в том, что он работает Сами видите, да? Что происходит Если кто-то, кстати, знает, почему такое происходит Напишите, пожалуйста, в комментариях Потому что я совсем не электрик А у меня есть подозрение, что это барахлит Кондиционер пусковой Да, так, по-моему, это называется Но так ли это на самом деле С полной уверенностью я сказать не могу, ребята У меня с самого детства есть один принцип Надо разобрать, собрать, а вы заработаете Этим-ка я сегодня и займусь Разберу все, соберу Промажу, прочищу Глядишь и запустится На просторах интернета достаточно много Всевозможных видео Про то, как другие люди Разбирают станки Но в основном это белорусские станки Могилевские Я еще не видел ни одного СДВ-1 Тульского комбайного завода И что-то мне подсказывает Этих разборок не было Не потому, что это Мега надежный станок А потому, что их выпускали В очень мало и очень непродолжительное время Ребята, видите, что я только что нашел Крючочки для наматывания провода Чтобы он просто так не бултыхался Воспользуемся такой возможностью Вот это да, ребята Представляете, сколько здесь этих опилок И сколько лет они тут уже хранятся Шестерни в этом деревообрабатывающем станке Сделаны из текстолита Видимо, с текстолитом на Тульском комбайновом заводе Все было зашибись Не самое лучшее решение Потому, что во время демонтажа Я одну из шестерен немножко повредил Просто вот, ну, легким касанием Обычной монтировочки Лучше, если бы они, конечно, были сделаны из алюминия Ну, или хотя бы из стали С Украиной в то время Мы были еще братскими республиками Поэтому, как вы видите Движок, который установлен на этом станке Сделан в Украине Работает по сей день, ребята Все последние болтики поддались Снимаем вот эту штуку Она почему-то выглядит корытообразно Такое ощущение, что кто-то вот здесь посередине чем-то бил И этот кто-то, скорее всего, был я, ребят Что ж, будем исправлять свои ошибки Не зря я сюда полез Хочу вам сказать Потому, что то, в каком состоянии находится двигатель Как он засоран, извините за выражение Всякими опилками Говорит о том, что долго бы он не проработал Очень интересно В этом станке реализована организация вот этой плоскости Чтобы, грубо говоря, вот это строгание Было по всей плоскости одинаково Вот, ребята, видите Здесь такие болты Они ослабляют эксцентрик Вот когда ты вот так вот поворачиваешь То один край становится выше, другой ниже Ну, короче, что-то происходит Я уже так стрельнул немножечко По моему мнению, кажется Что вот эта вот плоскость Выставлена достаточно ровно Вот, ребята, видите Как она ходит Ну, по-моему, достаточно ровно Короче, чтобы еще что-нибудь не сломать Я решил этот стол не трогать А вот чем я хочу заняться Так это снять ножи Здесь все в конструкции, как вы видите Организованы самым традиционным образом Такие вот прижимные гайки На 12 Или болты, или гайки Я уже не помню даже, что это Надо видео снимать каждый этап Прям подробненько А то знаете, как часто бывает Что-нибудь разберешь А как потом оно собирается Фиг его знает Не вспомнишь и не угадаешь называется Ну да, тоже такой ржавенький, конечно Не знаю, насколько он острый Конечно же, его надо будет подправить И вот такая вот прижимная планка Очень простейшая конструкция, ребята Ну-ка Вот у меня, кстати, есть По-моему, с тех самых времен Запасной комплект Да, ребята, это именно он Вы представляете, сколько он лет ждал Своего времени 27 лет С ума сойти Он даже в оригинальной бумажке еще лежит, этот комплект Еще что, мне кажется, обязательно нужно сделать Это смазать подшипники Я честно скажу Не знаю, как это делается Может быть, тут какие-то специальные товотницы есть Фиг его знает Опа! Так, я думаю, что сейчас Самое время Поковыряться в электрической части Посмотреть, как тут все у нас Цело или не цело Последний шуруп так и пришлось срезать Потому что не захотел он откручиваться Ну, а вот внутри Как я и предполагал Не очень красивая картина Очень много мусора Опять какой-то деревянной пыли Поэтому все правильно То, что Фу, я начал это делать Так, вот они Два кондиционера Хорошие они или нет Мы об этом узнаем позже Но то, что Контакты окислились Это плохо Я думаю, что вот эти вот Выключатели я даже не буду трогать Потому что здесь-то как раз все хорошо Все достаточно хорошо затянуто Никакие винтики не прослаблены Ну что же Профилактическую протяжку я сделал Все в порядке Ух ты, ёпас Сколько здесь кондиционеров-то много Выглядят, ребята, они все как новые Новые они Рабочие или нет Фиг его знает Когда попробую еще раз запустить Может быть даже прямо вот сейчас После того, как избавлюсь от этого мусора Если я эксплуатацию своего станка Ну можно сказать Проводил в режиме лай Попользовался на строительстве беседки И так от случая к случаю Несколько раз На ремонте дома старого И столько много всякой вот этой дряни Здесь набилось То что же здесь происходит У тех людей Что таким станком пользуются регулярно Сложно себе даже представить Но вообще, ребята, этот станок Приобретался моим отцом Он тогда мечтал развести пасеку И начал уже это делать И вот на этом станке Как раз-таки Первые несколько лет Изготавливал себе ульи Для этой цели Станок подходит как нельзя лучше Особой точности никакой не нужно Но зато есть скорость и удобство Но уже потом Я его взял в свои руки Спустя несколько лет И стал на нем делать подделки Уже столярные Увы, ребята В этот раз мне не удалось Закончить техобслуживание Моего станка Потому что Внимательные зрители Моего канала Помнят Как мне пришлось прерваться На восстановление Канализации Которая вдруг Внезапно замерзла Но скоро будет продолжение Поэтому ждите вторую серию А в этот раз Я с вами прощаюсь И встретимся в другом видео Пока, друзья Субтитры создавал DimaTorzok